Всегда говорю, что цепь не надо смазывать, да, потому что вот когда вот такое у нас дикое количество смазки, то очень много прилипает грязи, очень быстро изнашивается цепь, очень быстро изнашиваются звезды, да, поэтому лучше цепь не смазывайте. Конечно, смазывать надо хотя бы иногда, хотя бы каким-то небольшим количеством смазки смазывать надо, но снаружи необходимо всегда протирать, потому что когда у вас цепь в таком состоянии, видите, песчинки прилипают, эти песчинки забиваются в ролик, эти песчинки забиваются между звеньями, идёт очень быстрый износ, видите, как зубья сточило, прям как плавники акулы стали, то есть не квадратный зубчик, а такой он сточенный с одной стороны, соответственно, вот эти штаны стоят примерно 2,5 тысячи, самая дешёвая цена, что мы нашли в интернете, и штаны пойдут на выброс вместе с цепью и задней звёздочкой, и нам ещё придётся сейчас переключатель весь отмывать, это тоже будет стоить каких-то денег, поэтому если смазываете цепь, то постарайтесь не такое количество смазки использовать, а поменьше, и, соответственно, с передним переключателем, видите, сколько грязи, очень хорошо видно, что вот это всё заржавело, закисло, и чтобы передний переключатель заработал, нужно опять же его помыть. Вот у нас подводка тросика, снизу, видите, как он весь грязище, весь грязище, этот тросик вместе с песком начинает протирать вот эту пластмассовую направляйку и в ней застревать, и дальше грязь вся у нас попадает ещё в каретку, поэтому велик должен быть сухой, чистый, а если смазанный, то минимальным количеством смазки, чтобы снаружи грязь не прилипала, так что следите за чистотой, меньше будете тратить денег. Вот так вот выглядит небольшое количество грязи, каретка у нас уже с износом, менять мы пока не будем, потому что под шатунами она, в принципе, крутится, но сейчас мы будем ставить сюда разборные шатуны с одной звездой, клиенту я говорил, что если будет слишком далеко уходить или слишком близко будет звёздочка, то, возможно, поменяем и каретку. Что касаемо переднего тросика, вот то, что он там снизу сгибался, вот смотрите, вот эта силиконовая синяя штука, она просто сдирается очень быстро, и тросик начинает точно так же протираться, как и обычный, видите, какие сильные заломы, эта песчинка попадает, начинает разбивать вот это вот посадочное место, так что даже покрытие вот этой синей штукой, тефлоновой или силиконовой, что синяя, что чёрная, всё равно она стирается со временем. Так что сейчас вот почистим всё это, отмоем, только здесь обязательно надо либо водой, либо сухой щёткой, нельзя ни в коем случае растворить, чтобы смазка не попадала внутрь каретки. Примерим штаны, если будет работать, то будет работать, если работать не будет, то, соответственно, будем всё это менять. Дальше, что касаемо тормозов, сейчас я вот так вот поставлю, видите, у нас поршень вот с этой стороны, с внутренней, довольно сильно вышел, и, соответственно, туда попадает на него грязище, налипает, и поршень вот этот, уже всё, он обратно не уходит, а вот с той стороны поршень, видимо, почище, и он топится внутрь, соответственно, поршня ходит неравномерно, получается неравномерный износ колодок, и начинает где-то закусывать что-то, поэтому иногда нужно вынимать вот эти колодки и мыть поршня водной палочкой, чтобы не было на них грязи, потому что иначе у вас вот эта вся грязище попадёт на поршень, потом поршень это всё затащит внутрь, порвёт резиночку, и плюс масло ещё может попасть либо грязь, либо, наоборот, масло через эту дырявую резиночку, поцарапанную песком, может вывалиться. Поэтому иногда вынимайте колодки и мойте поршня. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ